девчонки всем привет помните несколько видео назад я выполняла дизайн делала вот такие новогодние ногти и имели они вот такой красивый вид перед покрытием и темой сегодняшнего нашего видео будет как можно за три недели довести ногтевую пластину до вот такого состояния кому интересно не забудьте подписаться на канал поставить лайк ну и конечно оставить свой комментарий но я приступаю и разбираю все пошагово пришла ко мне клиентка на первый взгляд вроде бы как все было и ничего ровно до того момента как я не начала снимать покрытие ничего не предвещало беды я взяла твердосплавную фрезу включила ее на 36 тысяч оборотов и благополучно начало снимать все стразики блесточки и остатки материала как только начало виднеться ногтевая пластина меня насторожил цвет почему-то он был коричневато грязноватым естественно наверное как и у каждого мастера полезли в голову мысли но не совсем хорошего характера разнообразие грибов мелькала перед глазами почему-то когда я снимала мне показалось что сейчас на меня выскочит какой-нибудь мухомор и помашет мне рукой также я себе представляла что это какая-то синегнойная палочка и чем дальше я снимаю тем все больше и становилось страшнее ровно до того момента пока я не спустилась на среднем ноготочке к свободному краю ногтевой пластины и тут буквально за секунду я даже не заметила как этот кусок у меня отлетел и здесь я уже не выдержала и начала беседовать с клиентом что же все-таки произошло и что могло привести к такому состоянию ногтей как оказалось девушка занимается котиками и любит чистоту она постоянно за ними ухаживает постоянно все моет все у нее должно быть чисто и стерильно и естественно ногтевая пластина имеет свойство размокать а акриловая система достаточно жесткой когда ноготочек размокает от жесткого материала он просто напросто начал отходить и в эти участки просто забилась грязь слава богу эта грязь не привела ни к чему серьезному и при снятии материала ногтевая пластина стала чистой не осталось ни остатков цвета ни остатков грязи естественно она конечно стала более истонченной но это не беда мы и сейчас снова приведем в порядок когда я перевернула ручку я увидела что на всех ноготочках практически такая же самая история ногти находились в одинаковых условиях естественно на всех пальчиках ноготочки натуральные по размокали и по отходили в некоторых участках от твердого материала я их зачистила из нижней части фрезой и мне прям стало легче от того что я увидела чистоту ну и дальше уже с чистой совестью и легкой душой я начала выполнять первичный опил и готовить ногтевую пластину коррекции с помощью пилочки 100 на 150 грит начала распушивать натуральную ногтевую пластину но и сейчас минуточку подъедет целый вагон комментаторов с фразой о боже пилочкой 100 грит по натуральной ногтевой пластине как такое возможно девочки если вы не умеете пользоваться пилочкой если вы не знаете как на нее нажимать и как правильно ею орудовать по натуральной ногтевой пластине и выбирайте ту пилку с которой вам комфортнее работать далее обрабатываю кислотным праймером так как буду работать с акриловой системы и начинаю подставлять вырезать правильно шаблон и до наращивать недостающий свободный край и снова выходят на сцену наши комментаторы с претензией почему же я не отрезала свободный край натурального ногтя так вот заранее ответ если бы я так поступила и до нарастила новый ноготь он бы кардинально отличался от всех остальных ногтей формой структурой и внешним видом в данном случае натуральный свободный край будет служить фундаментом для искусственного ногтя кстати девочки из германии мы уже запланировали выездные курсы на май месяц кому интересно можете писать нашему организатору ольги ссылочка на нее будет в описании под видео бронь мест на курсы уже открытом и так с помощью акрила я удлиняю свободный край и выстраиваю правильную архитектуру и так я оставила свободный край натурального ногтя и подставила под него шаблон и это сделала для того чтобы шаблон повторил траекторию роста натурального ногтя также в процессе носибельности этот натуральный ноготь который я оставила будет служить фундаментом и дополнительным укреплением для акриловой системы дальнейшем сломать этот ноготь будет проблематично так как здесь все-таки присутствует и арочное моделирование также есть дополнительное укрепление ну и если мы посмотрим на эстетическую сторону на весь внешний вид в общем вы увидите что новый ноготочек особо ничем не отличается от всех остальных но и для того чтобы ускорить весь процесс опила я буду использовать твердосплавную фрезу и ею буду обрабатывать зону кутикул и боковых валиков работать буду примерно на 32 33 тысячах оборотов также без пилочки здесь нам ну никак не обойтись и вторичный опил я буду дорабатывать пилочкой нам надо создать идеально красивые ровные и правильные ногти и для начала я буду опиливать свободный край следующими этапами я опиливаю боковые валики и площадку от апекса к свободному краю только потом я приступаю к опилу кутикулы и боковых валиков но и девчоночки без подсказочки никак если вы хотите чтобы ваши ноготочки все были одинаковой формой опиливайте всегда по четкой схеме конечно без маникюра ноготочки смотрится не особо аккуратно и красиво но мы сейчас исправим эту ситуацию а пока мы будем ее исправлять девочки я вам напоминаю о том что есть у нас уже расписание по украине по разным городам если вам интересно заходите на мою страничку инстаграм подписывайтесь на нее задавайте вопросы я обязательно с огромным удовольствием на них отвечу сегодня маникюр у нас аппаратный и выполнять его буду игловидной фрезой алмазной которая имеет достаточно безопасную красную насечку работаю в режиме forward на 30 тысячах оборотов выставляю пальчик горизонтально и не забываем о том что во всех участках с которыми вы работаете у вас должна быть жесткая четкая натяжка так как если этой натяжки не будет у вас не получится чистого маникюра ваша кожа будет зализываться затягиваться на фрезу снова и снова и получите вы ощущение жжения и пропилы поэтому не забываем за натяжку от синуса к синуса я углубилась прочистила подкутикульную зону и сразу же стала выворачивать юбочку вывернула и сразу же начала ее срезать девочки на самом деле это не сложно если вы правильно понимаете какое должно быть нажатие на кожу его практически не должно быть то же самое действие выполняю со всеми остальными пальчиками как по мне конечно маникюр в технике одна фреза это максимально скоростная техника выполнения маникюра она занимает от трех ну три четыре минуты если вы плохо работаете фрезой если у вас скорость уже средняя либо высокая то ну один ноготь будет занимать полторы две минуты поэтому рекомендую обучаться аппаратному маникюру и все-таки работать в этой скоростной техники ну и как вы могли заметить в начале видео моя клиентка любит выделяться она любит яркие блестящие ногти поэтому сегодня у нас дизайн тоже будет яркий максимально блестящий насыщенный но и со стразиками без стразиков никуда поэтому девочки кому интересно будет досматриваем это видео до конца и я еще раз она вам напоминаю о том что не забудьте поставить лайк подписаться на канал ну и конечно оставить свой комментарий а еще я вас жду у себя в друзьях на страничке в instagram приятного просмотра всем пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...